добрый день всем кто зашел в гости на мой канал я как всегда рада вас приветствовать сегодня я хочу вам показать вот такой вот молоденький кустик пеларгонии совсем недавно я этот кустик прищипнула потому что он у меня начал вытягиваться и в общем то чтобы распушить его я верхнюю часть срезала естественно и и укоренила и смотрите с пазух листочков пошли молодые отростки которые в будущем будут формировать красивый кустик значит так случилось что молодые кусты пеларгонии у меня где-то четыре дня стояли в тени тени и в тесноте и вот смотрите как эти молодые отростки пожелтели почему они пожелтели все просто им не достает освещение вот так что если вы у своей пеларгонии наблюдаете вот такой вот пожелтение весь листьев если она у вас начинает вытягиваться обратите внимание на освещение потому что пеларгонии нужен свет и чем больше тем лучше особенно сейчас весна весна пеларгония растет и закладывает цветоносы кстати посмотрите какой у меня практически сухой грунт да он начал отставать от горшочка это я еще помимо того что в темноту поставила пеларгонию я ее еще и подсушила весной вот так вот уже подсушивать земляной ком тоже не стоит вот это зимой можно доводить до вот такого состояния ничего страшного не случится а уже весенний период желательно не допускать таких пересушек это стеллар посмотрите какие листики такие вот веером интересные цветочки напоминают георгинчики цвет окрас да может быть разный у меня розовый такой нежно розовый переходящий в более темный цветет это разновидность пеларгонии всегда обильно всегда хорошо вот одни отцветают другие зацветают и вот это цветение на подоконнике на улице она чувствует себя намного лучше и цветет намного обильнее цветочки более яркие окрас цветочков единственное недостаток вот этой разновидности насколько я заметила она хуже переносит жару вот сейчас она у меня стоит на подоконнике где где днем где-то 22 29 градусов и причем солнечная страна то есть солнышко светит и я притеняю окошко но все равно немножко начинают скручиваться листочки то есть воздух очень сухой и она ну и да в общем то не нравится если выбрать хорошо освещенное место для этой разновидности пеларгонии то у нее будут листики такие более живые и цветение более яркая вот отцветать она тоже не будет так быстро вот так вот в общем то в сравнении с пеларгониями разобудными зональными даже плюс щелистными стеллар более выносливый вот но жару переносит хуже чем допустим другие виды пеларгонии еще один молодой кустик вот такой вот мы вместе с вами его пересаживали я снимала видео когда делала пересадочку вот тоже грунт очень быстро просыхает и постоянно нужно понемножку поливать поливаю всегда вечером то есть когда уже на подоконнике температура опускается ниже 20 градусов и немножечко поливаю вот с пульверизатора можно разбрызгивать воду до влажность увлажнять воздух но только не на листике то есть вот вокруг чтобы стараться чтобы на листики не попадала водичка так еще хочу вам показать вот такую вот замечательную пеларгонию это плющилистная пеларгония смотрите какая красота какой пышный кустик получился вообще здоровский она у меня уже цветет я не знаю уже наверно по третьему разу я снимаю цветы обрезаю когда они облетать начинают она снова выпускает новые все новые новые бутоны вот тоже я часто ее показывала в своих видео и сейчас хочу вообще вам сказать о том что очень часто пишут что не цветет пеларгония вроде бы и весна да должно быть цветение по природе но не цветет одна из причин почему пеларгония у вас не цветет значит нет перепада температуры между дневной и ночной температур температурой должен быть перепад хотя бы пять градусов то есть если днем 25 то ночью должно быть 20 вот а лучше всего градусов на 7 чтобы был перепад вот у меня допустим днем на подоконнике где растет палат пеларгония там солнечно и жарко до 30 градусов как я уже сказала но ночью там температура где-то 18 градусов вот такой вот у меня замечательный есть подоконник для выращивания пеларгонии она у меня там не зимует вот и весной пока вот на улицу и еще не не выношу тоже стоит на этом подоконнике и прекрасно цветет только потому что есть перепад температуры также не забываем поливать вот потому что если вы будете пересушивать вот так вот грунт сильно то это тоже будет влиять на закладку бутонов либо же они будут засыхать сбрасывать вот пеларгония бутончики цветочки вот собственно говоря и все что я вам сегодня хотела рассказать если кому-то что-то непонятно или же есть дополнительные вопросы задавайте их в комментариях а также ставьте лайки если видео оказалось вам полезным всем всего доброго до свидания